Здравствуйте, дорогие друзья! 28 июля Православная Церковь праздновала память Святого Равнопостального Князя Владимира. Этот же день считается Днём Крещения Руси. И вот сегодня о том, как это событие отозвалось в культуре нашей с вами страны, мы поговорим в нашей студии с нашим гостем, с иеромонахом Герасимом Вертеем. Здравствуйте, батюшка! Добрый день! Батюшка, ну вот для того, чтобы нам подступиться к этому разговору, относительно недавно я смотрел одно из интервью с одним из наших видных историков, и он говорил о том, что вот что за страна у нас такая, нет у нас ничего своего. Все даже религии, которые у нас представлены на территории нашей страны, не наши, завезённые откуда-то. И вот в связи с этим хотелось бы сегодня разговор именно этому посвятить. Как отозвалось то, что сюда к нам приехала религия из Византии, вот. Как, в общем-то, потому что очень много споров сейчас идёт на тему того, как крестилась Русь. Многие говорят, что её насильно крестили, чуть ли не палкой, кнутом, огнём, мечом загоняли в Днепр. Вот, всё-таки, прежде чем поговорить о том, как это исторически происходило, может быть, как же всё-таки отозвалось событие крещения Руси в нашей культуре? То есть, это историческое событие, оно положительное или больше отрицательное? Ну, понятное дело, что вы как священник скажете то, что нужно, но в любом случае. То есть, вот какие-то аргументы бы могли привести? Конечно, аргументы, они очевидны, намекаются каждому школьнику. После крещения Руси у нас появляется письменность и одна из самых развитых литературных традиций, которая дала мировой литературе огромное количество прекраснейших авторов и прекраснейших произведений. Этого бы не было, если бы не произошло крещение Руси. А также нам известно, что сразу после крещения Руси у нас была практически стопроцентная грамотность в домонгольский период. Об этом нам свидетельствуют найденные в 50-х годах 20-го века огромное количество бритвенных грамот в новгородских и псковских областях. То есть, женщины, дети имели возможность писать совсем простые свои тексты, ежеком книжным. Откуда это появилось? Как это сделалось? При каждом храме, при каждом соборе во всех городах стояли школы. Это огромное достижение. Следующий момент. Какое государство у нас было до Крещени Руси? А я скажу никакого. У нас не было государства. Были догосударственные, протогосударственные отношения. У нас не было нормальных городов. Это были протогорода. У нас не было единого народа. Это были племенные союзы. Древичей, Кривичей, Вятичей и прочих восточнославянских племен. Но когда приходит вера, она приходит именно тогда, когда был такой запрос, и преображает все. Появляется государство, единый народ, великая, без всякого включения, культура. Но здесь очень важный момент мне как православному священнику отметить. А показатель того, как народ воспринял эту веру, это наши святые. Во все века тысячелетней истории русского православия большое количество святых угодников Божьих. Во всех чинах и званиях. Это и благоверные князья и княгини. Это и праведные воины. Это и преподобные, и мученики в том числе. То есть все слои общества. От крестьянина до князя служили Богу. Не просто ради галочки формально. А всего себя отдавая Христу, как и предполагается. И все-таки хотел бы еще вот что отметить. Вы сказали, что нет у нас ничего своего, даже религии не нашей. Дело в том, что христианство это не народное. Я сказал. Да. Я хочу сказать, отметить, это важный момент. Христианство это не народная религия. Вот народная религия у японцев, синто, у китайцев, у даосизм, у американских индейцев, они там в монету верят. Это народные языческие верования, которые интересны только конкретному племени или племенной группе. Но христианство это религия универсальная. Она для всех. И для евреев, и для греков, и для итальянцев, и для эскимосов, и для чукчи, и папуасиков в океане. И в том числе, конечно же, для великого, прекрасного народа нашей страны. Ну вот, года, наверное, четыре, может больше назад, начался такой всплеск бурный. То есть, вновь родилось такое увлечение именно язычеством, неоязычеством. И адепты, и, что называется, апологеты данного течения говорили о том, что вот как раз христианство, получается, стерло национальные какие-то идентичности, да, принеся, то есть, универсальную, как вы говорите, религию. И поэтому вот лучше возвращаться назад к корням, потому что вот народная вера, она, собственно говоря, взращивает заново увядшие некие корни, вот, той самой культуры и так далее. Вот что мы можем ответить на подобного рода аргументы? Вот, действительно ли национальная идентичность была полностью утрачена, стерта? Или же она все-таки сохранялась? Она могла бы быть утрачена и стерта, если бы у нас был народ и культура до прихода христианства на Русь. Я подчеркиваю, это не какие-то вот мои личные фантазии или убеждения. Это известно всем, кто не прогуливал в свое время уроки истории в школе. У нас не было единого народа, у нас был целый конгломерат восточно-славянских племенных союзов. Поэтому говорить о том, что у них была одна общая религия какая-то, или общая культура какая-то, или что-то еще общее, нет. Они находились в состоянии перманентной войны друг с другом, друг друга грабили, друг друга совершали набеги. Что их объединяло? Язык. Принадлежность к этносу. Да. И все. Если восстанавливать это, то это не нужно, у нас есть общий язык. Мы говорим даже не только среди восточных славян на русском языке. Мы намного шире распространяли свой язык. А вот культура, действительно, то, которая приобретена у нас, она стала великой и объединяет, опять же, уже не только восточно-славянские племена и народности, но и намного значительно шире. Возвращаться, конечно, можно, но незачем. Это то же самое, что сказать, вот раньше было хорошо. Как сейчас помню, в позднем палеолите сидели мы в пещере и ели хвост мамонта. Но я не думаю, что кому-то захочется, кроме как поиграться в это, жить действительно в тех условиях. Всему свое время. Когда мне было 5 лет, я был счастливым босоногой мальчишкой. Бегал там по лужам. Но когда мне 40, и я так же буду босоногой бегать по лужам, постоянно, да, по 24 часа в сутки, это вызовет вопросы в моем психическом здоровье. Потому что каждому времени свои занятия. Время не только для людей важно, но и для цивилизаций. Мы, я надеюсь, переросли. Период варварства, период, там, не знаю, поздней дикости. Но тогда естественный вопрос, а почему вдруг неожиданно просыпается интерес к этому? Ну, вообще-то, неожиданно. И не совсем так близко. Дело в том, что интерес к язычеству нашему, восточнославянскому язычеству, появляется значительно раньше. В второй половине 18-го, в 19-й веке среди аристократов и интеллигенции. На каком основании? Это эти аристократы, интеллигенция, смотрели на Запад, видели прекрасные статуи в итальянских музеях, читали замечательные переводы мифов Древней Греции. Был интерес, прям всплеск, огромный всплеск интереса к древнеегипетской цивилизации после известных открытий Шампальона. И вот у них-то это есть, тысячи текстов, сотни артефактов, прекраснейших. А у нас нет ничего. Ну как так? Разве так бывает? Не бывает. И начали искать. И выясняется, что не сохранилось практически ничего. У нас нет капища, то есть храмов. У нас нет письменности вообще. До кириллической письменности нет. Несмотря на то, что современные язычники всем рассказывают, что они нашли, но и пока ни одной буквы, никто, ни одного текста, вменяемого, не предоставил. Неизвестно. И это к чему привело? Это привело к тому, что начинаются такие вот фантазии среди интеллигентов в того периода. Попытки родить, как они называли, возродить, но по большому счету родить в своей фантазии то, чего не существовало. Апогеи вот этой фантазии, фантазирования, это все-таки последнее десятилетие 20 века, когда появляются волхвы, которые откуда-то неизвестно откуда, ну может быть в снах своих или фантазиях, или в каких-то книжках фантастического содержания, в фэнтези или сказках, находили основания для придумывания той веры, о которой называли они родноверие или славянское язычество. Увы, реальность такова, что мы о нашем восточно-славянском язычестве знаем крайне мало. И неоязычество к реальному, историческому, славянскому язычеству относится так же, как, ну не знаю, никак вообще. Среди неоязычников современных есть люди грамотные, правда их очень мало, я имею в виду в исторической науке, да, ну крайне мало их. И даже те, кто есть, они обычно жонглируют фактами, выравнанными из контекста, о чем им регулярно указывают православные апологеты, которые ведут диалог с этими группами, да, указывают, что вот здесь вы неправы. Например, текст показывает о другом, говорит о другом. Или, например, артефакты не соответствуют вашим домыслам, которые вы строите. Артефакты – это то, что найдено археологами в раскопах. А вот, и уж, коль речь зашла об артефактах, Велесова книга. Да. Вот, что-нибудь о ней расскажите, потому что на нее ссылаются, ее приводят как источник, хотя историческим источником она не является. Да, конечно. Велесова книга теперь уже хорошо нам известна, благодаря замечательнейшему российскому лингвисту, я бы сказал даже его великому, российскому лингвисту Залезняку, академику. Известно, что Велесова книга, она очень древняя, примерно вторая половина XX века. То есть, я думаю, что многие наши зрители – современники, а есть те, которые постарше, чем эта древняя книга. Она была опубликована в 50-х годах XX века и была написана совершенно не специалистом в языке. Это человек, который решил, как это называется, пародировать, спародировать древние тексты, не понимая, что каждый язык, живой язык, он имеет структуру и жесткую структуру. Потому что мы говорим так, как говорим, и если мы будем в фразах наших ставить согласование рода, падежа, спряжения, склонения, ну как вот, как говорится, Бог на душу положит, то получится, что слышно будет, что это говорит не носитель языка. Это человек, который приехал, там, предположим, в Средней Азии, пытается научиться каким-то совсем простым фразам. Так вот, Виллисова книга написана еще более странным языком. Об этом очень хорошую лекцию. Она есть в интернете. Все желающие могут посмотреть. Лекция Залезняка, академика, которая называется «О Виллисовой книге». Разбивает эту фальшивку прям... Не остается никаких сомнений, что это не имеет никакого отношения. Другие тексты, которые считаются сакральными или важными для неоязычников современных, они еще более поздние подделки. Существуют в 90-х годах 20-го века или уже нашего века 21-го. Как называются? Ну, там целый список. Дело в том, что некоторые из них введены, внесены в федеральный список экстремистских материалов. И я просто-напросто не имею права их озвучить сейчас, чтобы не подпасть под... Статью. Под статью соответствующую. Да, это экстремизм зачастую и к православию, к славянскому язычеству, историческому, историческому язычеству. Это не имеет отношения. Да, самая большая сложность для реконструкции в том, что не было до кириллического письма. Есть, например, у тех же позвученных египтян, греков и римских богов были свои мифы записанные, многочисленные мифы. Были найдены гимны, огромное количество гимнов, посвященных этих богам. То есть мы, согласно этому, можем... Более того, даже есть... сохранились тексты, как проводитель, другие ритуалы, какие жрецы, какого формата, чего там делают, то... Потому что там была письменность и египетская, и греческая, и латинская. То в нашем случае нет ничего. И только... жреческие культы проходят. Как вот в голову пришло, как мне вот на душу положили эти самые, в кавычках, боги, и как мне во сне приснилось, или в сказке прочиталось, или мультик какой-нибудь посмотрел. Это вот много влияний. Или, например, некоторые пытаются заимствовать индийские ритуалы, говорят, что индийская... Индийская, да, индийская. Тоже какая-то странная версия. Откуда же все-таки нам известно именно наших богов? Ну, не наших, конечно, восточнославянских. А самое интересное, что из текстов наших своему батюшка предшественников, святых, преподобных, мужей, которые писали и поместь временных лет, преподобный Лейстер Летописец, и слово законе и благодати, святитель Ларион, и другие вот уже христианского периода авторы, которые жили в нашей уже стране, уже в государстве, которое было создано благодаря христианству. Также мы узнаем о некоторых элементах культов восточных славян по свидетельствам современников немецких, греческих или арабских, которые проходили через наши восточнославянские земли по торговым и политическим, и миссионерским делам. Надо заметить, что славянские наши предки не были мягкими, пушистыми, как показывают в мультике, предположим, про князя Владимира. Это такой дедушка, умилительный, с бородой, с белой, в белых одеждах, ходит там, деревья обнимает. Такое вот... Ну, настоящее язычество, оно другое. Оно жестокое, оно кровавое, оно безумное. Да, оно даже безумное. Потому что волхвы, наши волхвы, у нас мало очень источников. Но если, например, верить ряду авторов, которые являются специалистами-религиоведами, такими, как Иллиады, Токарев, все религии проходят одни и те же топы. Ну, кроме христианства, конечно. И один из важнейших этапов эволюции от анимизма к политеизму, это шаманизм. Уточним для наших телезрителей, анимизм это вера в духов? Да, 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 которая наполняет этот мир. Политеизм это многобожие. Шаманизм это такой особый, такой особо развитый анимизм, который предшествует политеизму, элемент такой развития. А шаманизм это, как, опять же, некоторые исследователи шаманизма, тот же Иллиада, это религия профессиональных сумасшедших. Это, конечно. Падают, трясутся, кричат, непонятные вещи. И вполне возможно, что наши жрецы, волхвы, были вот этими профессиональными сумасшедшими. Кстати, именно поэтому в России, как, наверное, нигде в Средневековье, это в наших текстах замечено, была особая любовь к городским дурачкам. Потому что вот чувства, вот они относились к ним, вот как к людям, которые могут общаться с духами. То есть такие вот потомки волхвов. Батюшка, вот у нас не так много времени. Хотелось бы все-таки вот в конечном итоге, как вам это видится? Может, вы где-то встречали ответ на этот вопрос. Все-таки, почему вдруг неожиданный такой всплеск вот интереса к этой теме при полном отсутствии источников, при полном отсутствии памятников, артефактов. То есть реконструировать это невозможно. Но какая-то вот такая вот, ну, почти такая одержимость создать что-то такое, что было бы в противо... Это и не наше, как мы определились, язычество. Не славянское имеется в виду. Не историческое. Не историческое, да. Однако вот у людей, прямо говорю, и одержимость какая-то вот это создать. Как вам кажется, причина-то почему? Я вижу здесь три причины. Первая причина политическая. Не оставляет у нас уже никаких сомнений, что все, за очень редким исключением, лидеры современных наивоязыческих сект, зачастую тоталитарных запрещенных, они пришли к нам из... Из-за бугра. Западных, как это принято говорить, партнеров. Да, одна из, наверное, самых таких старых уже, появившихся в 20 веке, неоязыческих сект, это Рунвера, украинская националистическая религиозная секта. Она пришла вот именно как раз с Канадой и США. Наши российские лидеры тоже там проходили обучение, видимо, заразились там какими-то идеями. Почему я говорю политическое? Потому что не будем забывать, что есть такая формула разделяй и влавствуй, да? Когда мы едины, мы непобедимы. Как бы это ни звучало, может быть, избито, но это факт. Когда мы раздрознены, нас легко по одному перещелкать. А христианство объединяет. Потому что это универсальная религия для всех. Не важно, татарин ты или чукчев, русский ты или еврей даже. Если ты веришь во Христа, ты мне брат. А язычество, оно разделяет. И самое интересное, что современное язычество, оно разделяет даже в самих язычников. У каждого волхва свой пантеон, свое воззрение на этих богов. Они между собой постоянно дерутся, ругаются, друг друга называют еретиками. То есть это элемент разобщения. Второй аспект – это аспект, я бы сказал, духовный. Это мое тщеславие и гордыня. Когда человеку необходимо верить, это нормального состояния. Желательно верить, конечно, в истину, а не в фантазию человеческую. Но если я, предположим, буду верить во Христа, да, и библейское повествование, то, значит, здесь надо сразу сказать, что не я являюсь автором этого текста, не я устанавливаю правила. Я должен подойти к тому, кто является носителем этого мировоззрения и этого способа бытия. Обычно это священники, да, вот мы с вами, которые учат этому. Но современный человек очень горд, чтобы подчиняться. Намного веселее и удобнее придумать свое. И третий, последний аспект, я думаю, это психиатрический. Но почему? Дело в том, что это тоже раздел медицины, и реагировать так странно, потому что мы все, психиатрия, душа, психиатрия – это проблема души. Это истероидное расстройство сознания, когда человек нуждается во внимании, патологически нуждается во внимании. И когда я заявляю, что, знаете, а я владею тайными знаниями, вот ни у кого нету их, ни ученых, которые всю свою жизнь занимаются, раскапывая древние могильники, ни у религиоведов, которые по сравнительным религиоведям занимаются и там изучают тексты неписьменных народов. А у меня есть, мне во сне приснилось. Мне пришел какой-то дедушка там из-под коряги вырос, вылез, сказал, что он волк в древности, и вот теперь я это знаю. Смотрите на меня, учитесь, я учитель. Вот. И вот это такая вот девиация приводит к тому, что человек создает что-то такое невероятное. Я убежден, что ситуация сложнее, потому что схоластические приемы и попытки разложить все по полочкам, и желательно, чтобы этих полочек было мало, они всегда искусственны. Реальность, она всегда сложнее. Но я вот вижу вот эти три аспекта, которые и создали в наше время такое количество на языческих свект. Ну, конечно же, есть такая фраза еще, если звезды сжигают, кому-то надо. Однако на этом я остановлюсь. Спасибо большое, отец Герасим. С вами, дорогие друзья, мы на сегодня прощаемся. Благодарим за то, что были с нами. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин